На поле танки грохота Съёмка идёт? А, да, видео про танки Да, опять про танки Да, это технолог Всем привет! Не так давно было выпущено видео про серию МСТ-2 Мой Супертанк-2 Большие танки в пакетах, которые наконец-то поступили в продажу Но до этого данные танки в более полной комплектации Выпускались просто на элитниках через представителей компании Технолог Таких как Империя Фэнтези, Технолог Трейд, Звероботс.ру, Магазинчик Сория и так далее И наконец-то мы дождались выпуска МСТ-2.2 Второй танк в серии больших танчиков Вот такая огромная отливка, которая позволит нам собрать новый футуристический танк Что мы сейчас с вами и сделаем Вот они все детали с того литника Отделённые, зачищенные местами Не совсем хорошо, правда, но и ладно Потому что я тороплюсь Мне хочется поскорее собрать вот этот крутяцкий танк Но перед тем, как я это сделаю, я проведу сравнение с МСТ, который вышел первым И начнём мы с корпуса Корпус, как мы видим, полностью идентичен Все отверстия, всё у них абсолютно одинаково Вся фактура, все люки, все заклёпки Всё абсолютно одинаково Теперь то, что поинтереснее Гусеницы А вот гусеницы уже претерпели изменения Посмотрите, какие они были у МСТ-2, вышедшего первым И какие они у МСТ-2, вышедшего вторым Изменения, как мы видим, претерпели траки Плюс центральная часть тоже изменилась значительно Вместо вот этих бронелистов Здесь появились какие-то отсеки Или что-то вроде того В общем, мне сложно сказать, что это на самом деле такое Также изменились и торцевые части Если уж по форме они остались практически такими же То непосредственно вот эта фактура на них изменилась Конкретно на этой части она стала немножечко победнее Потому что здесь, посмотрите, какие-то то ли фары, то ли выхлопные трубы Есть люк, бронепластины Ну а здесь центральный люк и поменьше всего А вот торцевая часть, которая является чуть меньшей Стала побогаче по внешнему виду, чем предыдущая К сожалению, МСТ-2-2 оказался лишен отвала Который добавляет определенный шарм А также у него нет как таковой башни Башни у МСТ-2 под номером 1 есть А у МСТ-2 под номером 2 башня состоит из двух элементов И признаюсь, для того, чтобы ее вот так вот собрать Мне пришлось немножко использовать надфиль для того, чтобы подточить центральный стержень Который соединяет вот эти две половинки Вот такая вот башня На самом деле это получается даже, собственно, не танк Получается какая-то зенитка или что-то вроде того Естественно, у МСТ-2-2 нет вот таких орудий, которые будут вставляться вот в такую башню Практически все орудия МСТ-2-2 являются вот такими парами Чтобы их можно было нацепить с каждой стороны башни Помимо пулеметов есть вот такие энергетические пушки Ну и я так понимаю, это нечто наподобие снайперских бронебойных пушек Потому что посмотрите, какие патроны здесь Просто гигантские Ну и ко всему прочему, у МСТ-2-2 появились посадочные места под пускатели Самих пускателей, к сожалению, в данном комплекте нет Он не поставляется пока что Я надеюсь, что когда придет время выпускать МСТ-2-2 в пакетах Так же, как оно в свое время подошло для выпуска МСТ-1 То в эти пакетики будут докладывать пускатели Которые вот сюда вот будут вставляться Ну, либо этот элемент вообще уберут Я точно сказать не могу, к сожалению Люки, которые закрывают ненужные отверстия В количестве двух штук у МСТ-1 И в количестве одной штуки у МСТ-2 Точнее, у МСТ-2-1 и у МСТ-2-2 Ну и, так скажем, не башенные орудия У МСТ-2 это радар, пушка, кассета с ракетами И две вот такие гигантские просто ракеты А у МСТ-2-2 это кассета с ракетами И вот такой вот пулемет Но у МСТ-2-2 еще есть вот такие штуки в комплекте И что это, как вы думаете? А на самом деле это колесики, которые позволят катать данный танк Для детей помладше И в гусеницах здесь есть специальные отверстия Куда эти колесики будут вставляться Также у МСТ-2-2 в комплекте идут вот такие ракеты Которые можно заряжать впускатели Которых, к сожалению, нет Самое интересное и самое классное, на мой взгляд Это то, что детали от одного танка Могут использоваться для другого танка Вот такая вот универсальность И это, я вам скажу, классно По той простой причине, что используя вот это все добро вместе Можно получить гораздо больше вариантов танчиков Зениток, которые можно собрать для своей настольной армии Ну а теперь давайте попробуем что-нибудь с вами собрать Так как у нас всего два типа торцевых частей Маленькую мы прицепим спереди А большую мы прицепим, соответственно, сзади Прежде чем устанавливать гусеницы, мы соберем колеса Колеса, кстати, смотрите, свободно крутятся И вот теперь можно прицепить гусеницы к корпусу Я понял свою ошибку Оказывается, вот эти колесики нужно оставлять Чтобы выступающая часть оказалась на стороне гусеницы И тогда колесики окажутся прямо под корпусом Если соберете по-другому, то они попросту не будут крутиться И сильно прижимать их оказывается тоже не нужно Вот Получается, что у нас ездящий танк Для вооружения башни я использую вот эти вот самые посадочные места Отпускатели Заранее хочу сказать, для того, чтобы избежать поломок Если у вас что-то туго вставляется Какая-то часть, какой-то штырек, допустим, на вооружении Для того, чтобы их не сломать, избежать поломок Используйте надфилек и подтачивайте немножко Но главное сильно не увлекаться, потому что тогда все будет болтаться В данном случае, как мы видим, штырек плохо встает Потому что он немножко шире, чем отверстие Я не буду его засовывать, стараться туда очень сильно Потому что тогда он может сломаться при попытке поворота Я его просто подточу немножечко И вот, пожалуйста, зазор стал гораздо меньше Вот такой у нас получается танчик И специально для этого я извлек пускатели Угадайте, из какой модельки? Хеликс поделился своими пускателями С МСТ-2 И как мы видим Ракеты заряжаются в пускатель И могут даже выстреливать Это, получается, первый танк технолога Такого масштаба, такого размера С реально пускающими пускателями Которые запланированы К сожалению, МСТ-1 тоже имеет пушку Которая вставляется в башню Которую можно заряжать реальные снаряды Но ее так и не запустили в продажу Даже среди официальных представителей Ну а среди пушек данной зенитки Мне, несомненно, нравятся вот эти вот Огромные спаренные пулеметы С ними эта зенитка выглядит просто, на мой взгляд, шикарно И этот танчик действительно ездит Благодаря колесикам Теперь детям помладше будет интереснее Ломать эти игрушки А, то есть, играть с этими игрушками При желании можно, конечно, поставить и вот это вооружение И вот это И со всех сторон Этот МСТ-2.2 будет шикарен Но все-таки арсенал у него победнее, чем у его первого товарища по серии Ну, как-то вот так они будут смотреться с первым МСТ Кстати, я тут заметил, у первого МСТ есть вот такие вот отверстия внизу Вполне возможно, что эти колесики можно еще поставить и вот сюда при желании Вот так можно усилить свои танковые корпуса, ребята Ну, а теперь информация для тех, кто интересуется, где же достать такие модельки МСТ-1, как вы знаете, уже продается не в полной комплектации Но в широкой продаже В магазинах их можно найти в пакетах На которые я уже делал обзор И также обе эти модели можно приобрести в интернет-магазинах Представителей компании Технолог и их партнеров Все ссылочки я оставлю в описании От себя добавлю, что данные модельки МСТ-1 полной боевой комплектации Брал на сайте zverobots.ru А вот эти танки МСТ-2-2 были приобретены мною в интернет-магазине Технолог Трейд Однако в zverobots.ru тоже есть такие танчики Поэтому смотрите, присматривайтесь, где вам удобнее купить В общем-то все ссылки, опять-таки повторюсь, будут в описании На этом все Ставьте лайк Если понравилось данное видео, вступайте в группу ВКонтакте Подписывайтесь на канал Делитесь видео с друзьями Комментируйте видео С вами был Важный Кот Пока А также не забывайте, в описании есть ссылочка на группу КПИ Куплю-продам игрушку коллекционеры Вот такая вот группа, очень интересная Тоже рекомендую вступить в нее И в ней можно пополнить свою коллекцию недостающими экземплярами Либо наоборот распродать ненужные фигурки Ну а также получить информацию и пообщаться со своими товарищами по увлечению Ну а теперь точно пока Субтитры сделал DimaTorzok